Всем привет! С вами компания Скайновские бани и дома и я Николай Скороходов. Мы находимся в Свердловской области, поселок Заповедник. Это первый видеообзор в 2024 году и будет он об от этой 8-метровой бане Норвегии с большущей приставной террасой шириной 1,5 метра. Погнали! На дворе конец января, морозно, но светит солнышко и даже зимой на веранде приятно посидеть. Но главное, чтобы в таких вот удобных теплых креслах на веранде насладиться солнечными ваннами. А я хочу рассказать вам про историю этой бани. У нас есть клиент Станислав. Два года назад он заказал у нас баню. Она практически похожа на эту баньку. Стоит сейчас в поселке Исток. Кстати, видео есть на нашем канале. И они случайно познакомились с Иваном. Это заказчик вот этой бани. Станислав поделился с Иваном опытом работы с нашей компанией. И Иван связался с нашим менеджером Анастасией. Вместе с Анастасией они воплотили все желания Ивана в заказ наряде. И сейчас я хочу подробно вам рассказать о них. Вся конструкция стоит на свайно-винтовом фундаменте. Диаметр трубы 76. Этого вполне достаточно для такой конструкции. Конструкция выполнена из двух модулей. Первый модуль это баня сама. Размерами 8 метров на 2,40. Высота 2,60. Это габаритный размер. А второй модуль полтора метра на 8 метров. Это сама веранда. Привезли мы сюда на одной машине. Это был трал низкорамный. Подъехали к участку. И уже краном устанавливали по очереди модули. Это баня серии Норвегия. Видно по архитектурным формам. Которые кстати классно смотрятся. И еще имеют ряд преимуществ парной. Досмотри ролик, я обязательно об этом расскажу. Внешняя отделка этой бани это фиброцемент дековер. Очень классное решение тем, что это классно смотрится. Раз. Не нужно красить. Два. И долговечен, потому что он крутой. Ряд преимуществ просто налицо. Фиброцемент от компании дековер. Имеет ряд преимуществ. Это долговечность, статичность. И вообще никак не нужно за ним ухаживать. На веранде постелили планкен из лиственницы. Размерами 90 на 20. Обработали его в два слоя. Маслом Borma Wash RAL 7024. И покрыли еще третьим слоем датским маслом. Это максимально защитит эту террасу. Потолок выполнен из фальшбруса. Обработан теми же составами. Только другого цвета. Имеется 4 точечных светильника. Они работают от отдельного выключателя. И еще главный фасад. Подсвечивают вот такие вот светильнички. Которые рассеивают свет вверх и вниз. В темное время суток классно смотрится. За счет того, что баню увеличили до 8 метров полностью теплого контура. Мы смогли сюда поставить вот такое окно. Оно штульповое. То есть открывается полностью две створки. И весь воздух, и объем, и пространство заходят в комнату отдыха. Но в зимнее время нужно проветривать. И поэтому поставили еще одно окно. Размерами 700 на 1900. Которое имеет просто открывание и проветривание. А также москитную сеточку. Сейчас покажу, как открывается. Задний фасад, как и вся крыша, закрыт гибкой черепицей. Это компания TechnoNicol серого цвета. Ну вот мы и в комнате отдыха. Пора раздеваться. Ну, в этой комнате есть куда повесить куртки. Сложить полотенце, банную утварь. Даже есть шкаф, где находится оборудование. И кружечки. Нагревательный бойлер. Все насосное оборудование. Греющий кабель здесь спрятан. То есть, разместилось все за счет того, что комната получилась длиной 3,7 метра. Ширина комнаты 2 метра. Высота 2,2 в самой высокой точке. Займу капитанское место и начну рассказывать. За месяц владения этой бани Иван добавил в комнату отдыха уюта и комфорта. За счет вот такой вот мебели из ротанга. Интересные картины. И также сделал рулонные шторы на каждую из створок. Это очень мы сейчас заценили, потому что слепит солнце просто. И снимать тут невозможно было. Мы все закрыли. Во-первых, уютно. Тебя никто не видит. А это в бане самое классное. Мне понравилось. Отделка комнаты отдыха выполнена из сосновой вагонки, предварительно которую мы брошировали, задав ей текстуру и рисунок природный. Он классно смотрится. Покрыли часть помещения вот такой вот более белесой красочкой. И самое интересное, мне понравилось, по задумке Ивана, здесь выполнить вот такой вот портал. Это проход в душевое отделение с помощью двух шкафов. И зонировать их еще цветом, потому что цвет отличается от основного. Очень классное решение. Освещение в этой комнате с помощью точных светильников. Они у нас крутятся, вертятся, поворачиваются. То есть можно направить хоть куда. Вот эта линия включается одним выключателем, вторая линия другим выключателем. И самое интересное, что мы еще здесь добавили сюда диммеры, с помощью которых регулируется яркость света. Все освещение регулируется с помощью вот такого вот блока. Здесь у нас шесть клавиш. Вот эти две передние отвечают за комнату отдыха. С помощью нажатия и зажатия клавиши мы диммируем свет. С помощью вот такого нажатия просто он отключается. Эти две клавиши управляется парная, душевая. Эта клавиша отвечает за точные светильники в веранде. И эта клавиша отвечает за светильники на главном фасаде. Да, кстати, и отопление у нас здесь с помощью вот такого конвектора Ressio на 950 Вт. Он регулируется вот этим терморегулятором, в котором и находится датчик температуры. И самая интересная задача для нас стояла сделать подсветку пола, которую хотел сделать Иван. Долго думали, но нашли в интернете вот такой вот профиль. Он здесь имеет ровно 14 мм, куда классно встала вагоночка. Зафиксировали его контррейки. Здесь есть рассеиватель. Закрепили светодиодную ленту на 6000 кельвинов и смонтировали. Получилось очень здорово и современно. На нашем канале есть обзоры, где мы рассказываем о комнатах отдыха, в которых стоит задача разместить максимальное количество человек. Но именно в этой большой комнате не стояла такой задачи. Здесь стояла задача сделать чилл-аут для четверых гостей, чтобы максимально здесь расслабиться. И эта комната абсолютно справилась со своей задачей. Не забывайте, что мы находимся в бане. Там еще есть душевое отделение и парное, да? Друзья, но мы все-таки находимся в бане и расскажу вам про душевое отделение. Пойдемте посмотрим. Здесь дверь восьмерочка, три петли, серый графит. Классно, кстати, сочетается вот с этим цветом. А душевое отделение выполнено у нас все в круг из лиственницы. На полу у нас наш фирменный паркет из лиственницы. Цвет это у нас 3015, практически наш фирменный уже стал. На стенах есть вагоночка из лиственницы, тоже броширована, предварительно обработана маслом. Классно водичка скатывается по ней и уходит уже вниз в сливы. Здесь у нас один слив и разуклоночка. Также есть смеситель черного цвета. Здесь все в черном. Есть полочка из черного цвета. Даже обливное устройство колобок на 15 литров тоже черного цвета. Водичка есть. Баловаться сейчас не будем в одежде. Можно промочиться. Освещение в помоечном отделении выполнено с помощью светильника IP65. Кстати, у него тоже черная рамка. Не знаю, будет видно на камере или нет. Размеры данного помещения 1400 на 2000 на 2100. Кстати, пойдемте, сейчас самую вкуснятину покажу. Ну, вообще, ради чего мы здесь собрались. Кстати, здесь специально поставили дверь прозрачную, для того, чтобы оттуда можно было уже наслаждаться вот этой красотищей. Итак, друзья, мы в парной. Размеры парной 2 метра на 2,5. И высота здесь 2 метра. Для парной это очень классно. Когда мы были на улице, я рассказывал вам, в чем же фишка, да, там, в бане Норвегии. Это не только архитектурные формы, а еще и какие-то есть плюсы в парном помещении. Да, они есть. И о них мы узнали на банном фестивале, который проходил еще тогда в Ногинске в 2021 году. Когда ребята с Татарстана у нас работали в бане. И они рассказали об этих плюсах. Вся фишка в том, что потолок у нас спускается плавненько на клиента. И когда пармастер поддает на печь, пар поднимается вот сюда, ну, в самое место в парной. И он веничками плавненько гонит его на гостя. Тем самым прогревает его. Вот это основная фишка парной бани серии Норвегия. А еще здесь классно сидеть, облокотившись на покатую стенку, вдохнуть ароматы можжевельника и максимально расслабиться. Отделка данного помещения выполнена с помощью термоосины. Это очень крутой материал. На стенках это вагонка. СТС профиль 90. Плюсы этой вагонки это долговечность, это низкая гигроскопичность и самое главное это стабильность. В этой парной полок выполнен тоже из термоосины. Размеры его 900 на 2 метра. Это основной. Снизу есть выкатной полок, который служит как подставка, так как сидушка. Он задвигается. Размеры 350 на 450. И еще есть вот такой вот боковой полок, на который можно поставить запарник, а также просто присесть сюда и посидеть. Размеры его 450 на 1300. Парная оборудована системой вентиляции Басту. Под печкой есть приток воздуха. Воздух заходит снизу, нагревается, попадает вверх. Когда верхний клапан у системы вентиляции закрыт, а нижний открыт, воздух начинает пропускаться прогретый и уходит уже в канал и выходит на улицу. Для дополнительной подачи воздуха есть система второго дыхания. Это когда у нас человек принимает процедуру парения, ложится сюда головой, открывается вот эта вот крышечка и воздух поступает прямо в лицо. Но этой штукой нужно пользоваться в теплое время года. Также для дополнительного залпового проветривания есть вот такая вот форточка размерами 400 на 400. Пол в парной, кстати, как и во всей бане, выполнен с помощью нашего фирменного паркета. Это очень удобное решение, потому что вы всегда можете поднять эти щиты, сделать ревизию сливов, просушить и поставить их обратно. Ну и теперь самое интересное. В эту баню мы установили печь от компании Везувий. Это ураган 22, то есть рассчитан на баню кубатурой 22 метра. Поставили ее сюда с запасом, так как есть потери в виде дверей, окон и притока воздуха. Печь обладает закрытой каменькой, в которую сейчас смонтировали туда камень жадеид. И выполнена вот такая сетка, в которую входит 180 килограммов камней. Сюда положили сейчас талькохлорид. Стоит она на подставке, которую мы сделали из талькохлорида. Это плитка 300 на 300. И печной узел сделали тоже талькохлоридом. Это плиточка рваный камень, которую дополнительно посветили по бокам с помощью термолед-подсветки. Смотрится очень здорово. Мне очень нравится. Печь имеет еще вот такую заливную горловину, которая имеет трубку с отверстиями. И когда мы подливаем сюда водичку, через отверстие попадает вода на камне и начинает испаряться. Это съем с этой сетки. Для дополнительной энергии на дымоход установили еще вот такую сетку для съема с дымохода тепла. Здесь одностенная труба, обложена камушками. То есть даже можно поддавать сюда. Дымоход у нас стандартный, базовый, от компании Ferrum. Единственное, что у него толщина стенки уже не 0,5, а 0,8. Потому что прогрев чугунной печки занимает намного дольше, чем простой металлический. Но зато, благодаря тому, что имеется большой вес камней, тепло аккумулируется и она будет долго вам отдавать тепло. Выполнив все пожелания Ивана, у меня сейчас, находясь внутри, создается ощущение, что эта баня большая, комфортная, современная, очень уютная и располагает к релаксации. Но и не только внутри, но и снаружи. Поэтому, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!